Добрый вечер! В пресс-конференции после матча АКТОБЕ АТРАУ. Позвольте поздравить тренера нашей команды и всю команду с победой. Я представляю вам наших гостей. Главный тренер команды АТРАУ, Медрак Радулович. Вы сказали тренеры по паре слов об игре, комментарии к игре, а потом вопросы о Джон Канису. Медрак. Во-первых, я хочу поздравить с победой АКТОБЕ. Сегодня у нас была потеря из обороны. Два игрока и было видно, что не нашли замену за них. Но в течение игры думаю, что это результат еще высокий. Там падла концентрация на развиванку эти первые годы. Доброе время. Там 47 минута. Честно, я не знаю. А кто бы, это сильная команда, сильные игроки. Почему арбитры нужны им помогать? Я это не знаю просто. Кто бы сильная команда, сильный клуб, игроки у них хорошие. Все нормально. Это не надо так убивать нас. Мы строим команду. У нас был очень тяжелый год. Еще будет тяжело. Потому что мы начали из-за долгов этого сезона. Не могли заявить игроки. И сейчас приходит, как играет и убивать нас с карточками. И с этим это непонятно. Но это вопрос за итальянца, который возглавляет судебскую организацию. Еще один раз поздравляю. Мы будем готовиться за следующую игру с Иртишем. Нам будет тяжело. Потеряли еще одного игрока. Горыча. И у нас достаточно мало игроков. Очередная игра. Она такая, как и предыдущие. Наверное, будут такие и дальше игры. Проходят в такой равной борьбе, можно сказать. Но у нас было преимущество. Игровое, можно сказать. Территориальное. В первом тайме не забили несколько таких моментов. Немного, но не забили. В конце, конечно, в раздевалку нам, можно сказать, повезло. Комбинация получилась такая же, как в Астане. Забили мяч. Во втором тайме, в принципе, то, что потеря у соперника. Мы знали, что потеря у соперника. Где-то, возможно, уже до 80-й минуты, где так была игра, контролировали оборонительные действия. Потом уже, когда соперник раскрылся полностью, мы уже где-то могли реализовать еще несколько моментов. Но я думаю, по игре заслуженная победа. Потому что у нас было больше моментов. Практически намного больше моментов. Поэтому когда-то должен был мяч залетать в ворота. Спасибо. Господин Редович, у вас вопрос. После первого забитого гола ваша команда так и продолжала играть. Ну, так кажется, что продолжала играть от обороны, надеясь на контратаку. Почему так было? Можно вы так думаете. Я не знал, вы что, тренер или что, вы журналист. Мы играли второй тайм. Вообще пытались играть первым номером. И я только 10 минут променял эту шею. Мы играли, и у нас было нападение. И более коллега сказал, что у нас было больше контроля мяча во втором тайме. Я не знал, какую игру смотрели. Мы били на мяч. Уже сказал мой коллега, что мы в втором тайме более надали мячом. Но мы прошли это рисковать на 10 минут до конца. Бил 1-0. И это все равно, если проигрываешь 1-0 или 3-0, мы пошли там играть. Смотри на подальше, 3-4, 3-6. Но также это ошибка. Два детского гола. Два детского гола. Команда Терао набрала, несмотря на все их проблемы, 9 очков. И, честно говоря, заслуженно. Заслуженно находиться на этом месте. Игра, честно говоря, мне очень понравилась соперника. Мы тоже прибавляем по-никольку. Но, я говорю, дальше игры будут еще тоже. Еще такие же. Будет сложно. Я говорю, вот сейчас простых соперников нет. Это не 5 лет назад, когда 3 команды играли ногово выше, а остальные ниже. Сейчас все команды подровнялись, сейчас идет рано и бой-бой без них. Это хорошо для казахстанского футбола. Спасибо. Все, вопрос нет. Удачи, удачи. Спасибо.